В этой части мы с вами рассмотрим две структуры данных, которые наравне со списками очень активно используются в Python. Это множество и словари. Множество позволяет хранить некий набор данных и быстро отвечать на запросы, присутствует ли элемент в этом наборе данных. Множеством соответствует тип данных set, и создать пустое множество можно с помощью следующей конструкции. S равно set. Если мы хотим создать множество и парнициализировать его некоторыми элементами, то мы можем эти элементы перечислить через запятую и указать их в фигурных скобках. При этом в результате, если перечисленные элементы содержали повторяющиеся значения, то результирующее множество содержит только одну копию каждого элемента. Также можно заметить, что порядок элементов, которые мы записывали изначально в множество, и порядок значений, которые выводятся при отображении множества, различаются. Для того, чтобы проверить, что элемент присутствует в множестве, мы можем использовать конструкцию с ключевым словом in. Точно так же, как мы это делали в случае со списками. Таким образом, для корзины basket, в которой мы записали некий набор фруктов, мы можем проверить, что orange находится в этой корзине с помощью такой конструкции. Результат это будет логическое значение, либо true, либо false. Поэтому подобные конструкции удобно использовать в условных конструкциях if и так далее. Аналогично можно проверить, что какой-нибудь элемент присутствует в basket. Если его нет, то мы получим, соответственно, логическое значение ложь. Помимо проверки принадлежности элементов, мы можем множество изменять. Для добавления элементов в множество мы можем использовать функцию add, которая применяется к некоторому конкретному множеству. Параметром функции является значение, которое мы хотим добавить в множество. Если такое значение уже в множестве было, тогда само множество никак не изменится. Для удаления элемента из множества мы можем использовать метод remove. Параметр здесь элемент, который мы хотим удалить. Если такой элемент есть, то он будет удален из множества. Если такого элемента нет, то возникнет ошибка при отсутствии элемента. Если же мы хотим удалить элемент, и нас не сильно беспокоит, есть такой элемент или нет, то мы можем использовать метод discard, который не вызывает никаких ошибок при отсутствии элемента. Наконец, метод clear позволяет удалить все элементы из множества и сделать его пустым. Еще одна полезная функция, которую можно использовать с множеством, это функция len, которая позволяет узнать число элементов в некотором множестве. Элементы множества можно перебрать с помощью цикла for. Например, для корзины фруктов, которая у нас уже была, мы можем написать следующий цикл for, который по одному разу выведет значение каждого элемента. Аналогично у нас можно заметить, что при такой конструкции каждый элемент вывелся только один раз. Несмотря на то, что у нас было тут два яблока, мы увидим в результате только одно яблоко. И, кроме этого, порядок элементов оказался не таким, в котором мы записывали изначальные элементы. Если мы хотим хранить порядок, то нужно использовать другие структуры данных, например, те же самые списки.